Шейх Хамдан Ибн Мохаммед Аль Мактум 39-летний наследный принц – один из самых богатых людей ОАЭ с состоянием в 400 миллионов долларов. После того, как он закончил обучение за границей и был утвержден в качестве будущего правителя своей страны, он начал работать во многих организациях, принадлежащих его отцу. Он является главой хедж-фонда HN Capital, президентом смарт-университета Хамдана Бин Мохаммеда, названного в его честь, генеральным директором Шейх Мохаммед Бин Рашид Эстаблишмент, главой Дубайского спортивного комитета, Дубайского исследовательского центра аутизма и других. Кроме того, он настоящая звезда Инстаграм. Хотя его аккаунт скоро достигнет 14 миллионов подписчиков, он не использует его для заработка на рекламе, а только делится фотографиями с путешествий или продвигает социально значимые проекты. Известно, что в детстве Шейх Хамдан жил во дворце Забил, резиденции своего отца. Здание выполнено в арабском стиле, комнаты очень просторные и роскошные. Однако, когда Шейх Хамдан стал наследным принцем Дубая, он был вынужден переехать в свой собственный дворец, где и проживает сейчас. Не секрет, что его настоящая страсть – это путешествие, поэтому иногда его домом становится 76-метровая яхта. На борту есть все необходимое для отдыха высшего класса. Примерная цена такого приобретения – более 70 миллионов долларов. Для своих авиаперелетов Шейх использует личный самолет своего отца. Более того, он владеет огромной коллекцией автомобилей, общая стоимость которой превышает 800 тысяч долларов. Наследного принца обычно замечают за рулем Mercedes G63 AMG, стартовая цена которого – 150 тысяч долларов. Конечно, не каждому человеку по карману такая машина, но это лучший выбор, если вы планируете покорять песчаные дюны в пустыне, как это и делает Кронпринц. Шейх Хамдан не только красивый, обаятельный и богатый молодой человек, но и очень добрый и заботливый. Поэтому неудивительно, что долгое время он считался одним из самых известных холостяков ОАЭ. До 2019 года, когда стало известно, что он женится на своей двоюродной сестре – Шейхе Шайхе бин Саид бин Тани аль Мактум. Обычно браки в королевской семье совершаются по договоренности, поэтому нет сомнений, что невеста была выбрана еще несколько десятков лет назад. Церемония бракосочетания была шикарной, ведь его братья Мактум и Ахмед также женились в тот же день. Чтобы разделить радость от такого события с другими, Эмир Дубая и его сыновья пригласили на мероприятие много известных людей. Однако интересно, что все они были мужчинами. Женщины праздновали отдельно от остальных, во избежание огласки и лишнего внимания медиа. Именно поэтому супругу Кронпринца никто никогда не видел, так как в прессе нет ее фото. Кроме одной детской фотографии, и то это не совсем подтвержденная информация. Кто-то сомневается, что дети на фото это Шейх Хамдан и его жена, а кто-то просто пытается представить, как женщина выглядит сейчас. Через два года после свадьбы молодых стало известно, что Шейх Хамдан впервые в жизни стал отцом. Дети оказались близнецами, сын по имени Рашид и дочь по имени Шайха. Хотя их лица до сих пор не были показаны в медиа, похоже, Шейх Хамдан много времени проводит со своими детьми. Недавно он с семьей ходил в зоопарк, где его сын и дочь впервые увидели жирафов, слонов и других экзотических животных. Наследный принц Дубая живет по принципу «в здоровом теле – здоровый дух». Он служит прекрасным примером здорового образа жизни, потому что не только следит за питанием, но и увлекается различными видами спорта. Некоторые из них довольно экстремальные – прыжки с парашютом, сноубординг и дайвинг. Кроме того, с самого детства Шейх Хамдан профессионально занимался верховой ездой. На протяжении всей своей истории арабский народ был очень привязан к лошадям, поэтому мужчина обожает проводить с ними время. Он призер многих международных и национальных чемпионатов, завоевавший десятки наград. Его миссия, как будущего правителя своей страны – сделать людей более здоровыми. Чтобы выполнить это задание, Шейх запустил челлендж «30 на 30», где всем участникам нужно тренироваться 30 минут в день на протяжении 30 дней. Многие присоединились к такой инициативе, включая и самого наследного принца. При одном взгляде на инстаграм мужчины можно понять, что он большой любитель животных. Помимо привычных нам питомцев, в его зоопарке можно найти белых тигров и львов, а также большую коллекцию верблюдов, один из которых обошелся ему в более чем 3 миллиона долларов. Наследный принц часто ходит на охоту с соколами, любит рыбалку и не прочь сфотографироваться с собаками, слонами, жирафами, страусами и другими. Шейх Хамдан очень обеспокоен защитой окружающей среды и социальными проблемами. Как-то раз он поучаствовал в акции морской экологической группы Эмиратов, выпустив 45 черепах, чтобы отметить Всемирный день черепах и помочь сохранить популяцию этих животных. Кроме того, он финансово поддерживает различные благотворительные программы, направленные на помощь детям и животным, и посещает множество благотворительных мероприятий. Несмотря на свое высокое положение и огромное состояние, в действительности он очень скромен. Именно поэтому он получает большую любовь и уважение от своего народа. В народе его называют Фазза, и это не случайное прозвище, а псевдоним. Как и его отец, он пишет стихи, в которых затрагивает такие важные темы, как любовь, семья, мудрость и патриотизм. На арабском языке слово «фазза» означает «тот, кто помогает», что полностью соответствует доброму и отзывчивому характеру его высочества. Будучи одним из самых влиятельных людей в стране, неудивительно, что у шейха много друзей среди знаменитостей мирового масштаба. Недавно он выложил видео из тренажерного зала, где рядом с ним на беговой дорожке бежит никто иной, как самый известный футболист в мире Криштиану Роналду. Наследный принц также дружит с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, американским актером Уиллом Смитом и многими арабскими знаменитостями. Шейх Хамдан любит исследовать новые красивые места, поэтому он еще и известный путешественник. Он посетил Танзанию, Фарерские острова, Монголию, Японию, Узбекистан и многие другие страны, Чтобы оставить воспоминания об удивительных пейзажах, увиденных им во время поездок, Кронпринц увлекся фотографией. Сегодня он профессиональный фотограф, чьи фотографии просто захватывают дух. В 2011 году шейх объединил мировое сообщество фотографов, учредив международную премию в области фотографии Хамдан. Общий приз составляет 400 тысяч долларов, и это самая большая сумма конкурсного выигрыша в мире. Этот конкурс не ограничивается гражданами ОАЭ, а это означает, что ваша национальность и страна происхождения не имеют значения. Здесь важны только навыки и талант. Наука и технологии являются двумя приоритетными областями, на которых правительство ОАЭ хочет сосредоточиться в течение следующего десятилетия. И шейх Хамдан был одним из самых активных сторонников этого направления. Он уверен, что ОАЭ могут занять лидирующие позиции в мире инноваций. Мужчина считает, что развитие науки и техники может улучшить жизнь людей и повысить уровень их жизни. В 2015 году он учредил премию ОАЭ за достижения в области искусственного интеллекта и робототехники. Его цель – признать лучшие изобретения в области робототехники и искусственного интеллекта с упором на образование, здравоохранение и социальные услуги. Но давайте узнаем, как же шейх Хамдан жил до получения звания наследного принца. Он родился 14 ноября 1982 года в Дубае, ОАЭ. Хамдан бин Мохаммед – сын шейха Мохаммеда бин Рашида аль Мактума, вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов с 2006 по настоящее время. Он второй ребенок в семье. А его мать, шейха Хинд бин Мактум бин Джума аль Мактум, является старшей женой Мохаммеда. Мальчик учился в школе в Дубае, а затем уехал в Великобританию, где окончил Королевскую военную академию в Санкт-Херсте и Лондонскую школу экономики. Но нет лучшего учителя, чем отец, потому что сын каждый день узнает от него что-то новое. Он также любит и уважает свою мать и считает ее самой лучшей и самой мудрой женщиной в мире. В 2006 году, вернувшись в ОАЭ, молодой человек занял должность исполнителя Совета Дубая. Два года спустя, после отречения своего брата, шейха Мактума бин Мохаммеда аль Мактума, он был назначен наследным принцем Дубая. Он является активным общественным деятелем ОАЭ, так как финансирует множество благотворительных организаций, призывает талантливых людей работать на лучшее будущее страны и служит хорошим примером настоящего политика. Сейчас шейх Хамдан только готовится к своей важной роли правителя страны, но нет сомнений, что, когда придет время, он сделает все возможное для развития ОАЭ и благосостояния народа. А на сегодня это все. Какие еще факты о шейхе Хамдане вы знаете? Пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok